Девушки отдыхают Здравствуйте, вы смотрите программу «Городская среда». Думаю, что среди наших зрителей немало тех, кто еще помнит выражение «бытие определяет сознание» из предисловия к критике политической экономии Карла Марса. Точная цитата звучит примерно так. «Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание». «Всей труд был написан ровно 160 лет назад, но в природе человеческой, судя по всему, ничего не меняется. Если мы лично чем-то недовольны или довольны, то это результат общественного сознания». Сегодня в нашей программе мы решили разобраться, что сегодня определяет общественное бытие в преддверии выборов 24 февраля. Поможет нам историк и политолог Сергей Назареев. Здравствуйте. Здравствуйте, Стас. Я позволил себе цитату Карла Маркса по причине того, что, наверное, то, что мы относим к трудам, которые так легко называем нетленкой, наверное, имеет право быть, потому что заложили в основу восприятие общественных политических процессов, даже пусть и такой давности, как, например, эта книга 160 лет назад была написана, но вот если попытаться разбираться даже и в сегодняшних политических и общественных процессах, того, как мы рассуждаем, как мы мыслим, какие мы совершаем поступки, какие принимаем решения, то, наверное, все это очень легко можно подвести под определенные законы, под определенные, будем говорить, как бы расшифровки действий. И, наверное, так сказать, еще мало, что изменилось в нашей жизни, несмотря на то, что во дворе 21 век. Буквально вот в эти дни мы были свидетелями целого ряда общественных опросов, но я внимание хотел, и ваше внимание, и внимание наших зрителей обратить на опрос, который проводила Ассоциация социологов и демографов Республики Молдова с 4 по 19 января текущего года. Так вот, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы... В декабря или января? В январе проводились, да, с 4 по 19 января 2019 года проводилась. Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав почти 50%, ну, 49,2% от числа, определившихся с выбором. В сравнении с тем же анализом этой же ассоциации, которая проводилась несколько ранее, получается рост на 11%. Граждан больше намерены проголосовать за партию социалистов. По другим политическим организациям там есть тоже цифры, но, честно говоря, это просто разница в разы. Я помню. Я вчера тоже очень внимательно смотрел разные информационные каналы и знаком, конечно, с этими данными. Партия социалистов и фаворит в рейтинге доверия положительно оценивают деятельность социалистов, доверяют им. Поэтому показатели превосходят во много все другие политические формирования на политической арене Молдовы. Ну вот на ваш взгляд, раз я уже так завязал тут и Карла Маркса, и эти опросы, и в общем-то наше сознание. Я вам скажу, что Карла Маркса можно с любым феноменом нашей жизни. Даже к программе «Городская среда». Конечно. Но я хотел вот первый вопрос задать. Как вы думаете, сегодня существует ли вот это влияние общественного сознания? Ведь смотрите, есть достаточно большая доля неопределившихся граждан. Есть, да, хорошая, значительная доля определившихся. Те, у кого есть устойчивые политические взгляды, те, которые хотят изменений. Или, может быть, им уже нравится то, что сегодня происходит в Молдове. Но это люди, определившиеся. Но доля неопределившихся достаточно значительная. Именно за них сейчас, в общем-то, и, наверное, будет борьба политических партий. Получается, что они либо вне общественного сознания, либо это какой-то новый, может быть, поиск нового запроса политического для сегодняшних граждан, которые не получают это в декларациях партий, не видят их в платформах и их программах. Что это? Стас, вы такой большой вопрос задали. Он и силосовский, и социологический. Люблю слушать. Да, да, да. Что сложно однозначно, так односложно ответить на него. Ну, естественно, Маркс многократно, не только в критике политической экономии, но и впоследствии неоднократно отмечал, что именно общественное бытие определяет общественное сознание. Сознание. Хочу пояснить, что не индивидуальное сознание. Мое сознание может отличаться от вашего, может совпадать. И наше с вами сознание, даже если мы думаем одинаково, оно может очень сильно не совпадать с мнением большинства. Моя бабушка жила в 20 веке, но она была монархисткой. Для нее Брежнев был царем, понимаете? И когда она услышала о том, что вот свергли царя во время революции, она очень сильно возмущалась этому, как они посмели. То есть, понимаете, вот есть какая-то категория людей более отсталых, у которых индивидуальное сознание сильно отстает от общественного. Есть какая-то категория людей, у которых более высокий уровень образования, культуры. Это люди высокопрофессиональные, и поэтому они могут опережать общественное сознание, могут думать так, как через какое-то время будет средний уровень общественного сознания у людей, естественно. Но основная масса людей, которые определяют на сегодняшний день и в обозримой перспективе ход общественного развития, думают примерно, вот, что мы называем, на одном уровне, и это есть вот то общественное сознание. Одинаково резонируют на те или иные. Они могут думать, может быть, и антагонистически, но они люди из одного, как бы, общественного времени, понимаете, они не отстали от своего времени, они не опередили свое время. Это люди своего времени, это подавляющее большинство. То есть, живут сегодня и сейчас. Они живут сегодня, и как бы, они определяют не только сегодняшнее общественное сознание и, соответственно, ход политического развития. Почему выбираем те или иные партии, когда возмущаемся, что тут они плохие сети, но мы такие, понимаете, мы выбираем себе подобных. Вот мы иногда возмущаемся, что мировая элита, в общем-то, деградировала в каком-то плане интеллектуальным, профессиональным. Ведь очень часто звучат эти... Не только мы критикуем свое собственное молдавское руководство, но и мировую элиту. Вот даже было одно время очень популярна в Европе фраза, что среди европейских политиков есть только один мужик и та баба, это Ангела Меркель. Это до миграционного кризиса, когда ее авторитет был очень высок, сейчас он, конечно, несколько снизился. Почему? Потому что, ну, нету серьезных лидеров. Ну, а почему их нету? Ну, таковое общество их, таковое общество, таковых людей избрало себе. То есть, значит, мы, в принципе, живем в то время, и, соответственно, сознание наше соответствует уровню развития нашего общества. Теперь, если переходить непосредственно к вашему вопросу, вот, что касается, вот, ситуации у нас в республике. Ну, естественно, людям в большинстве своем, вот, в данном случае не важно, хотя это очень важно, но я имею в виду, это не первично. Значит, у меня передовое сознание, среднестатистическое, как у 98, скажем там, или 95% людей. Или там, я, как моя бабушка, живу еще в патриархальном обществе, по су-кос где-то, понимаете. Вот, это неважно в данном случае. Я живу плохо, я неудовлетворен. То есть, общественное бытие таково, что большинству гражданам плохо. Это показывают соцопросы, все соцопросы. Они показывают, что наше общество, люди считают, что наше общество развивается в неправильном направлении. Людям плохо. Ну, каковы вы хотите, чтобы была их реакция? Естественно, они выступают за перемены. Общественное бытие определяет наше сознание. Необходимо менять ситуацию. Если, скажем, нам хорошо, то, в общем-то, как-то на баррикады нас не потянет. Понимаете, как мы будем наоборот стараться избегать конфронтации. Да, и оберегать ту стабильность, в которой находимся. Да, именно так. Именно так. Поэтому, вот, но на индивидуальном уровне это совсем не значит, что я, например, могу тоже выступать за перемены. Мне, например, хорошо, да, я получаю хорошую зарплату, я работаю в серьезной фирме, ну, например, на ЧЕН-ТВ, да, и вы мне платите тысячи три евро. Евро, кроме премиальных, понимаете, ну, нет, меня устраивает, я не хочу перемен, ну, разве что, если вы мне еще повысите заработку, но, опять-таки, в рамках этого проекта, в которых я живу и развиваюсь, меня все устраивает, понимаете, как. Или наоборот, я работаю на ЧЕН-ТВ, подметаю где-то там перед вашим офисом тротуар, и вы мне платите полторы тысячи. Ну, естественно, мне не нравится эта ситуация, я еле-еле выживаю, понимаете. Но, в принципе, вот, в принципе, скажем, вот если я так хорошо живу, то мое индивидуальное сознание в данном случае не вписывается в общее сознание, в общественное. Оно отличается очень серьезно. Я в каком-то смысле белая ворона, и таких людей тоже есть, процента три минимум в нашем обществе есть, которые очень довольны. Они не хотят перемен, их устраивает то, что есть. Они не определяют общественное сознание, но они наверняка хотят влиять на него. Но, Стас, они напрямую не определяют. Наверное, мы с вами поговорим, но иногда косвенно очень серьезно определяют. У них есть деньги, если, не дай бог, произойдут, с их точки зрения, не дай бог, произойдут перемены, кто знает, останутся ли они у этих источников доходов, в зоне комфорта или нет. Поэтому они будут использовать свои средства, которые не имеют, например, экономические, административный ресурс. Они имеют влияние на тех людей, которые работают в их фирмах. Понимаете как? И они будут пытаться сделать так, чтобы изменения были или минимальные, потому что они тоже не настолько глупые. Они понимают, что изменения будут. Но при этих изменениях они должны так приспособиться, чтобы тоже остаться при своих источниках доходов, чтобы они ничего серьезного не утратили. Но при этом они никак не вписываются в то общее общественное сознание, о котором мы с вами говорим. При этом это не обязательно самые лучшие, самые умные, самые передовые люди. Они просто корыстные люди. Понимаете как? Они очень индивидуалисты, они очень эгоисты. В общем-то, ну, выражаясь словами Гайдара, ну, буржуины, скажем, буржуины. Но есть люди, которые, мы об этом говорили, абсолютно простые люди. Это выдающиеся ученые, выдающиеся журналисты, деятели культуры, деятели образования. И многие-многие другие люди, высокопрофессиональные, с высоким уровнем образования, очень начитаны, которые живут так же плохо, как и основная масса людей, или не намного лучше живут. Но они тоже хотят перемен. Хотя их индивидуальное сознание серьезно опережает сознание общественное. Они люди, скорее, будущего. Вот тогда такой вопрос. А почему тогда все-таки существует такая доля людей, достаточно большая доля, не определившихся гражданам? Это либо люди не верят в политические перемены, не верят политическому классу. Люди равнодушные к своему будущему, апатичные. А напомните, какой там процент? Ну, сейчас точно не берусь. Процентов 20, наверное. Где-то, да, порядка 20-25%. Ну, вы знаете, Стас, ведь накануне каждых выборов все сандажи эти, общественного мнения, опросы, они показывают примерно такой процент. Где-то, примерно, 20%, даже иногда больше. Они апатичны. Но когда приходят выборы, они все-таки идут на выборы. Ну, по крайней мере, большинство. Не все, но большинство. Мне кажется, они более активны уже после выборов, когда начинается вот критика в социальных сетях или еще где-то. Возможно. В кухонных разговорах начинается критика выбора. А где же ты был? Сдаю себе вопрос. Если он был и голосовал, этот человек, он имеет право морально. А если он не был и не голосовал, то, мне кажется, он и не очень-то имеет моральное право критиковать. Но ты должен был пойти и проголосовать. Но теперь вопрос. Почему так много людей? Я думаю, их не так уже много реально. Но когда проводятся опросы, понимаете, вот или на бытовом уровне мы общаемся друг с другом. Ведь, наверное, еще больше процент людей, которые говорят, вообще я никому не доверяю. Вообще я не буду голосовать. Вот ты же в нашем кругу, да? Ну, не нравится человеку ситуация. Никому не доверяю. Ни Плохотнюку, потому что это бандиты, преступник. Ни, скажем, правой оппозиции проевропейской, потому что они хотят продать республику и ликвидировать ее. Многие, по крайней мере, из них, ну, та часть унионистская, да, румно-унионистская. И Додону не верим тоже, его партии. А чем они лучше? Они из того же теста, что и Плохотнюк, из Воронинской шинели вышли, там, и так далее. Понимаете? Но когда наступают выборы, люди все-таки идут и голосуют. И почему люди не доверяют всем? Вот многие, я не говорю, что все, но многие люди не доверяют всем. Ну, мне сложно сказать, потому что я всегда, ну, не всегда вообще-то, но, по крайней мере, последние, вот лет шесть, наверное, я психологически состою, может быть, неформально. Пусть неформально. В команде у Додона, понимаете как. И я мерю это дело своей меркой. Я считаю, вот лично я, что если придет Додон власти, реально придет власти, не номинально, как сегодня, значит, ну, во-первых, улучшится экономическая ситуация. По крайней мере, что касается развития внешних рынков наших, наше продвижение на внешние рынки, он будет способствовать развитию отечественного производителя, производства. Понимаете? Может быть, у него не все получится, я прекрасно понимаю, но потом я работаю в той сфере, которая сейчас, ну, трещит по швам, высшее образование, просто разрушается полностью. Его надо спасать. Вот я надеюсь, давно я, правда, с ним лично не общался, но все-таки общался с его окружением, с ним лично раньше очень много. Он понимает, что эти проблемы надо решать. Потом, что касается вот государственности нашей Молдавской, вы понимаете, Стас, мы с вами, наверное, много раз к тем говорили, что без крепкой государственности, не говорю, что нужна диктатура или там какая-то такая беспредельная власть, она должна быть строго действовать по закону, строго по закону. Но она должна быть сильная, эффективная. То есть должна работающая система быть, система правосудия должна работать. Конечно, вот без этой власти не может быть ничего хорошего в нашей жизни, и в личной, и в общественной. Не может быть ни экономики, ни образования, ни культуры, ни права не может работать, и все такое. Вот он заявляет о том, что он выступает за государственность, он осознает необходимость этого. И что касается гуманитарной политики, в частности, вот исторического образования, понимаете? Поэтому мне сложно своей меркой оценивать тех людей, которые пассивны, по каким они причинам. Ну вот что-то им не нравится, понимаете? В том числе и в Даду. Вот им не нравится правая позиция, им не нравится нынешнюю власть. Вообще они презирают, ненавидят эти люди, как правило. Понимаете? Ну, как правило, когда я общаюсь... У вас же был собственный опыт сейчас, недавно опрос проводили. Да, да, я об этом тоже скажу, но таких людей нам не очень-то попалось, которые, в общем-то, были бы пассивны. И я это поясню. То есть, когда бы демонстрировали свое бы неучастие. Понимаете, вот они просто считают, что Дадун из того же теста воронинского, поэтому у него будет все, как при Воронине. Ну, я надеюсь, так не будет. Он, во-первых, как политик молодой, да и человек он не ставит, что там 40 с небольшим, он еще молодой все-таки. Для политика, который... Если он будет плохо работать, то у него нет будущего, понимаете? Он просто заинтересован в том, чтобы хорошо работать. И в этом плане, вот, меря своей меркой. Потом вот, я работаю в Государственном институте международных отношений. К этому институту, ну, очень плохое отношение. И властей, и предыдущих властей было. Хотя предыдущие власти создали наш институт, понимаете? Вот мы надеемся, что это очень нужная структура для государства. Во всех независимых государствах существует структура, которая готовит специалистов-международников, понимаете? Не просто вот дипломатов, как иногда на бытовом уровне, вот готовят дипломат. Специалистов-международников, которые нужны в разных структурах. В том числе, нужны и вам, журналисты-международники, которые хорошо понимают, разбираются в международной ситуации. Вам, на вашем канале. Так вот, понимаете? Вот, если это надо, если Дадон это понимает, я надеюсь, что он это понимает. Значит, он предпринят какие-то меры, чтобы улучшить положение нашего института. Он должен быть. Поэтому я как бы за то, чтобы были перемены. А еще один аргумент, вот почему я не понимаю людей, которые не хотят идти голосовать. Потому что если ты не голосуешь, значит, не будет перемен. Вот ты недоволен, ну так и будет, так и останется. Но иди проголосуй просто за оппозицию, за какую-то оппозицию проголосуй. Я так считаю. Понятно. Я задал вопрос относительно вашего опыта, ну вот собственного социологического опроса. Если можете, например, огласить. Очень коротко, да? Ну, в общем-то, время еще есть. Есть еще у нас время. Но вы меня остановите. Вы меня остановите. Я, с вашего позволения, очки все-таки надену. Но вначале я поясню нашим телезрителям, что да, опрос этот проводили, это был интернет-опрос, а затем мы еще по телефону опросили какое-то количество людей. Значит, мы не профессиональные социологи. Мы, конечно же, в этом смысле качество проведения опросов. Наша ассоциация историков и политологов не идет ни в какое сравнение с профессиональными социологами, демографами, которые занимаются вот всеми этими вопросами. Но мы умеем хорошо анализировать то, что они делают. Вот они сделали, они вот представили данные. Ну, у нас возникло вот такое, как бы вам сказать, ну, знак вопроса. Насколько вот все эти опросы соответствуют в действительности? Не заказные ли они, не подставные ли они, понимаете? Вот, ну, мы решили, ну, давайте мы попробуем. Средств у нас нету, понимаете, чтобы опрашивать людей вживую. Так, небольшое количество людей было и вживую опрошено, но незначительное количество. Больше это соцопросы, это через соцсеты, интернет и через телефон. Телефон, да. Так вот, первый вопрос был, конечно, имеют ли люди 18 лет, да. Все, из которых мы опросили, они имели 18 лет. Значит, подавляющее большинство людей сказали, что они пойдут на выборы. Это 87%. Вот, понимаете, 87% сказали, что пойдут на выборы, 13% что нет. Но ответы далее давали, практически 100%. Редко, правда, иногда были некоторые ответы, на которые не все люди отвечали. То есть те, кто сказал, что не пойдет, возможно изменить свое решение. Реально давали ответы на вопросы. Поэтому вот всего лишь 87% сказали, что на выборы пойдут. Но вот когда складываешь проценты по следующим вопросам, то они или 100%, или близки к 100% ответы. Ну, конечно, там мы спрашивали ваш возраст, определились ли вы уже. Между прочим, 71% сказали, что они уже определились. Вот с выбором. Да, да, с предпочтениями, да. Вот по возрасту я скажу. Значит, 16% это люди молодые, ну, с 18 до 30. 36% это от 31 до 50. И от 51 до 65, 34. То есть 70% это люди, ну, скажем так, среднего возраста, до пенсионного. Или там самое начало пенсионного возраста. То есть люди активные, но уже зрелые. Уже зрелые, активные, так? Нам, видите, нынешнее правительство продлило возраст зрелости. Я знаю, я знаю, но, ну, все-таки, с моей точки зрения, я вам скажу так, что мне нравится, дай бог мне и всем нам здоровья, и чтобы мы могли работать даже не до 65, а до 75, до 80. Да. Вот поэтому, ничего, будем работать. Дай бог. Да. Значит, и лишь 14% людей, что меня удивило, но это соцсети, понимаете? Вот, вот, видимо, это объяснение. Лишь 14% имеют возраст более 65 лет. Большинство мужчин, 70%. Большинство, 61% опрошенных, вот это не соответствует структуре общества у нас, имеют высшее образование, 61%. Вот, поэтому тут, в общем-то, имеется некоторое опережение по сравнению с средним, как мы выражаемся, общественным сознанием. То есть это, как раз те люди, которые... Ну, несколько они более продвинутые. Все-таки 60, все-таки высшее образование, оно дает лучшее понимание. И некоторые вещи, и некоторое опережение в сознании по сравнению с... То есть они знают, как может быть еще. Да, значит, вот сейчас подходим непосредственно к политике. Вот эти данные очень близки к тому, которые приводили демографы и социологи. Но немножечко все-таки они в пользу ПСРМ больше, эти данные. Я думаю, что данные демографов, они ближе к истине. Во-первых, они правильную структуру общества. У нас не совсем правильно, потому что 61% все-таки с высшим образованием. В общем-то, у нас нет такого процента. В два раза меньше. Во-вторых, все-таки соцсети – это неживая, неживой контакт с людьми. Но не сильно мы, в общем-то, нарушили, я думаю. Вот за ПСРМ – 58%. За ПДМ – 4%. Это вот так голосуют люди с высшим образованием. Ну, понимаете, Ригима – это люди с высшим образованием. Раз. А во-вторых, я так думаю, что я, например, выставил вот эту анкету к себе на страницу в Фейсбуке, я разослал по всем своим адресам, там, я не знаю, сколько, ну, наверное, сотни-две, может, и больше людей, разослал им эту анкету. Большинство из них все-таки государственники, понимаете, как. Хотя далеко не все, но все-таки большинство, понимаете, как. Поэтому тут надо брать вот эту вот поправку. 58% за ПСРМ. Но за ПДМ, я думаю, вот цифра, она близка к истине. Реально среди людей сознательных авторитет этой партии очень низкий. Их воспринимают как бандитов. И еще один момент. Вот мы специально разделили, мы думали, объединить ПАС и платформу, да, введенный, как они реально сейчас идут на выборы, в АКУМ, так называемый блок АКУМ. Потом пришли к выводу разделить. Потому что суммировать эти проценты не проблема. А почему мы их разделили? А мы хотим знать, сколько за ПАС, сколько за да. Потому что в списочном составе, у них 50 на 50 идет, понимаете. Так вот, за ПАС везде, на все вопросы, практически в два раза больше дают голосов, чем за платформу да. В данном случае, вот среди той публики, которую мы опрашивали, ПАС доверяет 7% в платформе да, 4%. Всего 11 вместе процентов, да. Вот тоже интересно, ПЕЛОДЕМЕ ПЕЛЕ – ноль. Ноль вообще вот, ну или скажем близко к нулю. Умерла так умерла. Да, они умерли. Потом, кому вы вообще не доверяете? Вот здесь я вам скажу, что цифры превышают 100%. Люди выразили свое недоверие, хотя по смыслу… С избытком, так сказать. По смыслу вопрос был, чтобы они выбрали одну какую-то партию, но они выразили свое недоверие нескольким партиям. И вот тут, значит, абсолютно не доверяют. ПСРМ 30%, партии демократические 54%, коммунистам 16%, ПАСУ 24%, платформа да 23%. Между прочим, что касается антиретинга, то у ПАСа и УДА на все вопросы одинаковый антиретинг. Он примерно 20-25%. В данном случае партии Маисанду ПАС 24%, а Настасы 23%. Ну, там ПЛДМ, ПЛЕ – это не имеет значения. Партии ШОР – удивительно низкий антиретинг, 26%. Видимо, люди просто не верят, что они пройдут в парламент. Вот что касается личного доверия. Ну, конечно, мы не всех тут кандидатов представили, но таких самых более-менее известных. Значит, кому вы больше всего доверяете? Я еще раз повторяю, это не обязательно, что в обществе так. Хотя некоторые цифры очень близки к тому, что приводят демографы. Значит, Дадону доверяют 54%, а, по-моему, у демографов 52%. Вот здесь, видите, как-то совпало. По-моему, 52% они доверяют. Да, я не выписал эту цифру. По-моему, по памяти. Плохотнику всего лишь 4%. У демографов выше эта цифра. Да, как и партии. В данном случае, да, вот партии доверяют 4%, и Плохотнику тоже 4%. Рейтинг Филиппа приближается к нулю, Канду к нулю. Удивительно, Воронина тоже приближается к нулю. Вот среди этой публики. То есть они в связи. Не в массах. Среди пенсионеров он, конечно, выше. А вот у этой публики, значит, рейтинг Воронина, он не ноль, конечно. Но он ноль целых там с копейками. Значит, у Санду 10% рейтинга, у Анастасы 6%. В общем, 16%. Ну, примерно, как и у их партии, да. Примерно такой. Но везде положительный рейтинг лидеров чуть выше, чем у партии. Понимаете, как? За исключением ПСРМ. Между прочим, у ПСРМ 58%, у Додона 54%. Ну, они близки, в общем. Но все-таки. Значит, кого вы больше всего не доверяете? У Додону 26% не доверяют. Плохотнику 57%. Вот смотрите, рейтинг доверия Филиппу близок к нулю, а недоверие 39%. Канду 49%. Он на втором месте по антирейтингу. А положительный рейтинг у него тоже приближается к нулю. Значит, у Санду 36%. Доверяют, у Анастасы 36%. Им доверяют. Ну, это, видимо, одна и та же публика. Они доверяют Санду и Анастасы. Значит, ну, как видите, в сумме тут, конечно, больше 100%. Люди выражали свое доверие не только одному. То есть, решили выразить свое отношение к нескольким словам. Или нет. Ой, извините, тут я говорил о недоверии. Недоверии, да. Канду 49%, Санду 36%, Настасы 36%. Недоверие. Значит, вот и тут самое важное, к чему мы подходим. За какую партию бы вы голосовали? Смотрите. Ну, буквально совпадение. За Додона 54%, за ПСРМ 54%. И что меня удивило, в общем-то, доверяют ПСРМ 58%, а голосовать собираются за нее только 54%. Вот я вот этих вещей как-то немножко не понимаю. ПДН доверяют 4%, а голосовать за нее будут 6%. Понимаете? Вот среди этой публики те, кто голосуют за ПКРМ, тоже приближаются к нулю. Вот ПКРМ, он у нас на нуле как бы. Запас будут голосовать 9%, за платформу да, 4%. Ну, примерно вот те 13, 14, 15, которые, да. Осталось только сохранить все эти расчеты и посмотреть, что будет по факту. Да, за Шора 4%. За Шора 4%. То есть, ну, вот примерно так, как у демографа. Он там, у них, по-моему, 4,4, если я не ошибаюсь. По памяти, конечно. И, в общем-то, за геополитический вектор тоже интересно. Вот смотрите, вот и тут я себе позволю небольшой комментарий. Меня очень удивил расклад. Тем более, что вот последние годы у нас никогда, у нас всегда отсутствует один вопрос, что касается геополитического вектора. Я об этом. А у нас всегда говорят, вы за Восток или за Запад? И все. Значит, мы тоже поставили вопрос. Вы за европейский вектор 14%. За евроазиатский, в скобках пророссийский, 21%. Нейтрально. То есть, не с теми, не с теми. 7%. И 54% за многовекторность. И Восток, и Запад. Еще раз повторяю. 54% доверяет Додону. 54% будут голосовать за ПСРМ. И 54% поддерживают его внешнеполитическую программу из Востока и Запада. Это очень здравый подход. Это меня удивило. Все-таки, я считаю, что во всех опросах необходимо ставить вот этот вопрос. Из Востока и Запада. Наши люди не хотят ели-еле. Наши люди в основном хотят ели-еле. И когда, конечно, ты их ставишь перед выбором ели-еле, они уже вынуждены выбирать предпочтения. 42 и 40. Понимаете? Как у демографов. Но все-таки большинство хотят быть... Если вы помните, при Воронине 74% в первом мандате его... 74% стабильно, или около 75% были за Россию. И примерно 70% за Европу. Понимаете? То есть значительная часть одних и тех же людей были и там, и там. Вот эти вот... Ну, это, в принципе, здравое рассуждение. Потому что жить в мире со всеми соседями, это, в принципе, нормальная государственная политика. И даже дело не просто жить в мире. В мире это естественно жить. Но, понимаете, если мы будем только с кем-то против кого-то, а если мы только с кем-то, мы хочешь не хочешь, мы уже против кого-то. Мы превращаем свою маленькую страну в платформу для конфронтации. Это очень плохо. Ну, это не зря говорится. Хочешь создать себе врага, поставь его перед выбором. Ну, да, лучше всего, конечно, быть в нормальных отношениях со всеми соседями. Вы знаете, вот есть у нас в Молдавии такой политолог, очень известный человек, порядочный. Он, между прочим, тоже в теме. Вот он помогал мне очень серьезно при проведении этого вопроса. Чего бы, Эмилиан Иванович, у него есть такая пословица, понимаете, в этом плане, вот о чем мы с вами говорим, как надо с соседями сотрудничать. Он говорит, слушайте, ну, говорит, у тебя с соседем должны быть не настолько плохие отношения, чтобы у него возникло желание отравить своих курей. Но, говорит, ты не настолько прям хорошие, чтобы все твои дети были на него похожи. Вот здесь я полностью согласен, Эмилиан Иванович. Но надо хорошо со всеми сотрудничать. Да, но и в то же время сохранять... Свою идентичность, свой интерес. Самоуважение. Вести свой интерес. Ну, дети на тебя должны быть похожи, понимаете. Вот именно на тебя. Ну, и на твою жену. Значит, ну, скажем так, у нас был еще один товарищ, не буду его называть. Он говорил, ну, говорит, из троих, ну, хотя бы хоть один был бы на меня похож. Понимаете, плохо, когда ни один на тебя не похож. Я вообще не дай бог. Ну, и последний, Стас, я понимаю, тоже очень важно, что меня очень сильно обрадовало. Но я примерно так и ожидал. Когда мы поставили вопрос, по какому пути идет Молдова, 0%, что абсолютно верный путь, относительно верный 16%, абсолютно неверный 61% и относительно неверный 17%. То есть относительно верный и относительно неверный примерно одинаково, 16-17%. И что меня еще больше удивило и очень обрадовало отношение к преднестровскому вопросу. Вы знаете, вот когда на бытовом уровне говоришь с людьми, да и какие-то опросы проводятся у людей. Люди так сильно заняты своим нищенским, беднейшим положением. Люди выживают, что им не до Приднестрова. Да бог с ним уже с этим Приднестрова. Ничего подобного. Вот наши люди, все-таки я считаю, что уровень образования людей имеет большое значение, конечно. Они выступают, значит, да, вопрос был поставлен так, актуален ли этот вопрос в Приднестровске сегодня. 51% сказали, что очень актуален. Относительно актуален 30%. И не актуален лишь 14%. 5% вообще не ответили на этот вопрос. Но, понимаете, 81% сказали, что вопрос, в принципе, актуален. Это радует, это очень хорошо. Значит, у нас на правом берегу есть перспектива, что общественное осознание наше, о котором вы говорили, оно поддерживает решение по решению вопроса. И тут уже говорит о том, что довольны вы, недовольны своей жизнью. Ну, тут большинство недовольны, конечно. Но есть такие, 3%, которые абсолютно довольны. И вы знаете, меня удивило, что относительно довольны 39%. Относительно довольны своими положениями. Относительно недовольны 30%, в меньшее. Видимо, публика и неплохо зарабатывает, вот с которыми мы общались. Это тоже, в данном случае, это не соответствует, наверное, общественным настроениям. Вот, и последнее, вот, как развивалась республика? Она шла вперед, деградировала. 76% считают, что деградировала. Вот, понимаете. И лишь 4%, 4% считают, что развивалась. А 3% довольны своими положениями. И, в общем, 89% считают, что надо менять. Нужны изменения. Вот итог. Интересное наблюдение, согласен с вами. Ну, вы знаете, сейчас поверну немного нашу с вами беседу. И отвлеку зрителей от подсчетов этих цифр, от восприятия этих цифр. Последняя новость сегодняшнего дня – это результаты встречи президента Республики Молдова Игоря Дадона и со своим российским коллегом, президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путиным. Ну, в общем-то, глава государства сдержал слово, которое он дал производителям. Начиная с сегодняшнего дня, по просьбе Игоря Дадона, все молдавские товары могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину. То есть он восстановлен. Мы знаем, что недавно Российская Федерация, правительство Российской Федерации приняло решение о прекращении поставок со стороны, то есть с территории Украины. А это, в общем-то, наша единственная сегодня транзитная территория. Не, но есть еще и Черное море все. Не надо забывать. Просто у нас инфраструктура слабо развита, но путь такой, в принципе, имеется. Логистику здесь, конечно, надо просчитывать. И возможности этого порта тоже надо понимать. Стас, вот я с вами изначально, возможно, не соглашусь. Мы ничего серьезного не сделали. Воронин, вот в этом смысле, Воронин молодец. Он все-таки начал эту работу, но не довел ее до конца. А нынешняя власть, ну, буквально ничего не сделала. Или наоборот, мне кажется, она сделала все возможное, чтобы этот порт не работал. Но если бы этот порт работал, если бы у нас была бы, соответственно, как выразились, логистика. Для наших телезрителей поясню. Развитая сеть железных дорог в ту сторону, хорошие терминалы для погрузки и разгрузки. Хотя бы нормальную дорогу сделали бы. Конечно, автодороги и флотилию. Надо иметь собственную речную морскую, понимаете, чтобы в порт Новороссийск шли наши корабли. Стас, я вас уверяю, это будет наш для русских Норд-стрит и Суд-стрит, или как он там называется по-английски, да, вот, которые обходят Украину. Вот для нас это тоже будет альтернативный путь. И что самое главное, эксперты подсчитали, экономически это намного более рентабельно. Я уже не говорю о том, что просто отсутствуют какие-то бюрократические, чисто бюрократические процедуры. Но даже по времени он быстрее, и он экономически намного рентабельнее. Да, там происходит сейчас и погрузка зерна, и разгрузка-погрузка для перевалка нефтепродуктов. Ну, контейнерные перевозки, в общем-то, проект действительно интересный, но вот смотрите... Не доведен до конца. Не доведен до конца. Я думаю, что мы когда-нибудь будем с удовольствием путешествовать. Я надеюсь, что Дадон этот вопрос решит. Вот я надеюсь. Более чем даже можем быть уверены. Ведь именно при нем, когда он был министром экономики, этот проект, в общем-то, и зарождался. Да, согласен, да. В общем-то, он вложил в него немало сил. Зарождался он раньше, но он сделал много для его развития. Это правда. Это вот такая новость. И так, кстати, и к нашей с вами теме разговоров. Смотрите, общественное сознание сегодня тоже получало такой импульс, что договоренности Дадона и Путина, в общем-то, вдруг в один миг перечеркнули, и, в общем-то, ничего не значат, и как бы сейчас в правительстве России решили все по-своему. Тем не менее, смотрите, подтверждено, что да, Российская Федерация будет принимать молодовские товары, которые будут заходить со стороны Украины. И это очень важно. Экономика в данном случае ведь получила, опять же, определенный импульс, потому что ведь торговля, особенно торговля с Российской Федерацией, это мощнейший сегодня рынок, наверное, один из самых мощных рынков на карте планеты. Для нас, по крайней мере, это важнейший рынок, однозначно. Это традиционный рынок, это страна, где знают нашу продукцию, охотно ее покупают, и потери ее. Вы сразу очень четко отвечаете на ваш вопрос, наверное. Я даже не знаю, что мне сказать, разве что какой-то сюрприз бы мне подготовил. Да нет, сюрприза нет. Просто я хотел сказать о том, что ведь, смотрите, на повестке внешнеполитической деятельности президента это один из самых важных вопросов. И в то же время мы понимаем, что наверняка будет какой-либо визит и в страны Евросоюза, ведь там тоже накопился целый ряд вопросов. Но это уже после выборов, конечно. Ну, мы не можем сейчас гадать по повестке визита президента. Я даже могу, не ожидая вашего вопроса, могу сказать, что почему после выборов не будут европейцы сейчас с Дадоном говорить, пока у него не будет реальных полномочий. Почему Путин с ним говорит? Это понятно, наверное, любому из нас, потому что Путин хочет, чтобы Дадон победил. Потому что курс, который предлагает Дадон для нашей республики, он объективно совпадает с российскими интересами. Тут наши интересы идентичны, российско-молдавские. Поэтому Путин его поддерживает. И Путин идет навстречу предложениям Дадона для того, чтобы внутри страны имидж Дадона улучшился. В значительной степени именно благодаря этому и столь высок положительный рейтинг нашего президента. Вот именно благодаря этим действиям. Это ведь говорит еще о том, что да, когда случилось вот это, ну, будем говорить, произошло решение российского правительства, молдавский президент буквально, знаете, по горячим следам вылетел, чтобы решить эту проблему. Решить проблему тысяч людей, которые сейчас нуждаются в реализации. Слава Богу, что решилось. И еще, Стас Айнамович, знаете, почему Запад не примет даже Дадона, если даже он захочет туда поехать? Он его не примет, потому что это реклама перед выборами для соответствующего проевропейски настроенного электората. Но он не электоральный же конкурент, вышел из партии, он... Нет, 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 ни в коем случае нет. Во-первых, сам Дадон неоднократно говорил, что это моя партия. Сами социалисты говорят, мы пропрезидентская партия. И даже если бы они это отрицали все, все мы знаем, что это единое целое. Дадон – это основатель нынешнего состояния соцпартии, хотя у нее и формально более длительная история, бесспорная, оно сделало ее тем, чем она есть, именно Дадон. Это Дадоновская партия однозначная, победа социалистов – это победа, в которой чуть-чуть Дадона. И программа социалистов – это программа Дадона. Поэтому Путин поддерживает его, чтобы победили социалисты, чтобы реализовать программу Дадона. И это правильно. А европейцы этого не делают для того, чтобы, наоборот, Дадон не победил, чтобы получили как можно больше голосов Майя, Санду и Анастасы. Тут просто как Божий день. В общем, разобрали мы с вами молдавское общественное сознание по-своему, в общем-то, и в цифрах, и в собственных рассуждениях. Еще раз скажу нашим зрителям все, что было сегодня сказано. Это наше личное видение ситуации. Оно может не совпадать с тем, что вы чувствуете и о чем вы думаете. Тем не менее, смотрите, согласно вот этим цифрам тех или иных опросов, говорится о тенденции роста количества людей тех, кто желает перемен. И эти перемены связаны с определенной политической силой. И надежды людей именно на соцпартию, что именно с ней люди связываются и надеждой на перемены. Я думаю, это еще связано с тем, что вот особенно люди с высшим образованием понимают, что грядущие выборы, это практически выборы, которые могут поставить в истории нашей страны либо точку, либо хорошую многоточку. Я надеюсь, да, запятую, многоточку, что-то такое. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Будем с удовольствием с вами встречаться, чтобы дальше разбирать общественное сознание на цифры. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был историк и политолог Сергей Назарей. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...